приветствую вас друзья я короче сразу портанулся к хоринису да нам же главное конечно же вспомнить что нам вообще нужно сделать в этом хоринисе да это достать серебряный меч сделать себе эликсир силы мутагенный и что там еще надо поделать я блин просто давно последний раз готику запускал даешь снимаю потом до опубликовываю просто время от времени уже и честно я после раз я снимал готику достаточно давно и я уже забыл вообще через происходит да собственно говоря нам надо стрел кстати накупили в обязательном порядке я вспомнил нас со стрелами вообще проблема я только не знаю кого-то у кого-то вообще можно купить хочешь он вот у него 50 есть по крайней мере а у этого у баспер аж должны быть по-любому правильно я думаю у баспера по-любому должны быть так а я вспомнил давайте еще кого что сделаем давайте-ка мы еще это самое покурим кальянчика потушь по идее мы его не курили да еще по логике вещей кальян кальян кальянчик та-та-та-та-та-та давай братишка делай о 176 мана отлично хоть что у нас вообще с очками 18 обучила еще 18 обучения да надо будет что-то изучить до следующего достаточно до хера мы будем на радую ручку а кстати говоря так у нас деньги у нас есть для этого они у нас денег нету надо по продавать такие хлам сначала ну да наверно будем сейчас первым делом уже качать двуручку наверное что-нибудь вот такое вот потому как двуручка это все-таки хорошо да ну да короче водички на попить водички 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 это у нас уже жажда там под собиралась как я смотрю попей братишка попей всего жажда 0 хорошо у кстати когда воду пьешь то усталость снижается у меня было 40 процентов я попью воды стало 30 такой моментик да в принципе даже реалистично там некотором роде так еду нам готовить на ранее чего у нас же кому там нету не окно есть немножко грибов но кручайный смысл я особо не вижу потому что нам много мы еды не наварим на всего 6 мясных грибов да так это пару супчиков сделать если я не ошибаюсь да поэтому вот как бы такое так у нас рыбы нету мясо нету ничего такого нету я понял пирогов значит мы тоже не наделаем теперь давайте у химический стол мутагены из магические зелья значит использовать эликсир силы малый мутаген силы эликсиры готов хорошо и того у нас значит сила на данный момент 78 мы пьем теперь наши супер зелья она у нас становится 80 да и вместе с поясом то есть когда нам будет нужно мы сможем наконец-то замутить себе силу 20 правильно я понимаю или нет где это параша да вот она вот до прибавка к силе 20 все отлично так теперь нужен сундук вот серебряный меч сила 100 урон 120 эффективен против призраков ну наконец-то не прошло и полгода до ребята чего и говорить так мы больше брать тут вроде бы как и нечего да ну да все остальное это такое уже так и мы может быть что-то можем сюда и положить да я вот не помню у нас может быть еще есть интересное что-нибудь такое я нету так хвост и нас и ни в коем случае кольцо тьмы кольцо кругу солнце комариновая так свитки какие-то кусок кристалла то наверно даже нечего на самом деле да и правда что мы будем сюда ложить 346 серди сорков чуваки вы прикиньте а вот и давайте вот эти вот панцирь и ползунов положим точно то что они потом нам нужны будут по квесту помните в конце в самом практически так мы сразу выложим и мало ли что у нас если что будет да так жемчужина хальвор надо бы еще зайти дал по отдавать эти серебряные ровно да ну да нифига у нас 6 черных жемчужин прикидывайте чуваки уйдать еще зубы песчаного червя тоже отложим да ой мы сможем себе еще эти сделать зелья точно мышцы еще можно сделать эти зелья как вы поняли там огненный защит я чуть совсем забыл так магической защиты да да вот защита от огня 1 можем сделать 2 и все а почему только два на судьбу языков ведь много было ли нет они два языка осталось так этого защиту от огня повысимся сейчас еще на два братишки вы представляете а вот поперла то ну давайте посмотрим сколько у нас сейчас защита от огня от огня у нас сейчас 58 кстати говоря отлично будет 60 59 60 зашибись правильно да от огня защита 60 это отлично конечно да такие моменты конечно радуют такие моменты конечно радуют так как мы сделали сушки ахальвор не спите еще и уже дрыхнет скотина я такая бляха уже дрыхнет ну что-то да наверное тогда наверное надо и нам ложится спать я так думаю да толку здесь бегать пожалуй нету я тебя об обшманывал горожаночка идут всех уже пошманал видите никто не остался не обворованным тем более как раз уже восемь вечера то есть отлично так спать твой блях таких три часа ну ты придурок а случайно нажал можно хоть еще час будет поспать теперь а можно но все слава богу все еще пять часов сейчас спим чтобы уже утрец а было пять часов все продам я вот жажда мучает и голод ну вот не страшно да вот мы сейчас покушаем мяска пару кусочков там да как бы дело сделано а вот жажду не хочется тратить водичку а тут полом ведра с водой не туда бляха говно так хальворище о хальворище уже он бодрячком красавчик вообще бодрячком пацанчики так продать золотые и серебряные вещи 75 монет я продаю так к этому мы впарились так сушить и есть вода просто или даже в эту бухло давать накупим и чего-нибудь такого а у нее общение хрена нету а у этого карди фаш по идее должно быть правильно так братан насчет моей оплаты во первых до 50 золотых потом что-нибудь выпить есть не вообще ничего нету прикиньте только бутылки пустые есть вот и придурок а малый мутаген магической энергии пивко до печалька печалька сара уже проснулась тоже молодца молодца уважаю такой 6 ты вы можно хоть накупить то а баспер баспер то и шкуры баску же тоже басперу точно чуваки его и все водички мы попили жажду все равно еще здесь прикиньте давай еще пей братишка все жажда ноль хорошо дал басперу из одной ему шкурки краснатуре отдадим и стрелы у него жда должны быть басперище пришел 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 да значит смотри во первых моя принес тебе шкуры до 1200 золотых во-вторых покажи свои товары у него 105 стрел кстати говоря не так уж и много ну кое-что хорошо берем что тебе можно теперь в паре давайте теперь ему дадим весь наш хлам такой так проклятые кстати ли она с оружием много надо не забыть потом тоже отдать так вот катер мод камненосца так 150 стрел у нас в общей сложности да теперь не шибко то и много так теперь у нас магия из допустим молния зачем нам нужно до шаровая молния может еще пригодится все таки вроде бы даже больше ничего остальное это уже охотником идти впаривать можно костей трошки продать были с деньгами кстати проблемы реально и опять да ты капец куда в этой игре всегда чем-то проблемы либо с деньгами либо там еще с чем-нибудь да вот никогда здесь дела хорошо у нас не обстоят и так смотрю на самом деле так что еще можно впарить у нас мертвой плоти дохерище он тоже кстати говоря давайте продавать за одно число сходим двуручку подымем день и должно будет хватить и так думаю так жемчужины мы не трогаем кати не трогаем это у нас уголь мы его тоже не трогаем смола так это все для торговцев ну да продавать больше ничего да были нас один факел всего лишь осталось прикидывайте чуваки вот это мы попали на доллар и конечно с факелами так все стрелы ему у тебя купили стрелы ему у тебя купили этого у нас тоже 169 у нас даже стрел а чужие видео в инвентаре 150 я чуть не понял кстати на этот момент непонятный а это киреновая нас киреновых 150 так давайте теперь до к лагерю они дни к лагере уходника давать теперь двуручку нашу вкачаем и кальян кальян покурим сразу тоже да 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 100 169 обычных стрел принципе неплохо хотя вообще да было бы неплохо еще прикупить тех же даже 50 до чтобы у нас было уже 200 чем-то хотя бы все-таки 169 это не так и много так сделать затяжку сразу отлично 177 вот это я уважаю только покурил и сразу тебе бонус ой давайте еще и носу помолимся тут скажешь алтарь рядышком будет удобно это сделать а у охотников по идее должны быть тоже еще стрелы так вульвар братишка начнем обучение так вот двуручное оружие действие обучения штука золотых бред конченый ну давай двуручная плюс один тогда будем себе качать двуручная 70 процентов так теперь можно на пятерку поднять то я понял только по одному и качать хорошо еще плюс один еще плюс один давайте до 75 до скачаем а вот уже видите да уже двуручка 15 тысячи обучения и полторы штуки золотых вот чем дело я понял мне золото не хватает представляете даже очки обучения как бы есть еще правильно 6 тысячи обучения да еще даже если золото уже как бы нет блин сейчас братишка я вернусь к тебе обещаю давайте теперь к лагерю охотников блять одеть это лагерь а вот лагерь у охотников да так братские доллары нужны срочно нужны доллары давайте давайте так никс нужен альфред а он все время дрыхнет он все время где-то здесь сюда так альфред братишка монеты ездить я парочка трофеев вот да все когти 752 все койки и зубы 900 ну вот отлично немножко баба еще размутили проклятое оружие просто подумать лучше потом уже сразу все отдадим потому что нам потом вернемся в эту долину древних да и все равно мы там себе еще потом размутим что называется этого проклятого оружия лучше потом уже все вместе продадим чтобы по сто раз не это да не не дергаться так и рафа нам еще нужен да вот рафа 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 вич не понял и он типа не торгует когда спит я чуть не врубился я просто хотел сразу у него купить стрел вот а погнали к этому к лагерю наемников да там точно должны будет стрелы тусать помощи щи же должен быть или мы его кончили уже а мы его кончили о чуваки блин наконец-то можно хоть нормально передвигаться дату надоедали конечно эти придурки не днем и ночью от них покоя не было уйма надо восполнить нихера себе у нас с маной вообще проблемы где там а это что такое напиток двойного ускорения ни хрена себе что творится что творится ты вот тут еще ищущий грёбаный отдавать его кончим блин я кстати помолиться забыл помолиться и носу представляете да давайте кончим сейчас этого ищущего так вызов крайта у отлично а он пух а нет таким пошел в атаку о красавчик плуговатый плуговатый но все-таки свое дело знает вообще такой вот 2 экстракта маны кстати аль аквамарин 40 42 золотых нихри на себе вот вообще такой момент согласитесь вот с этим край там он какой-то непонятный получается да он реально получается какой-то непонятный потому что он убивает ищущего там буквально с пяти ударов да или даже меньше а ищущий этаж принципе не самый слабый мог в игре согласитесь да это довольно таки крутой по братишка то есть палец у рот не клади и в то же время да в то же время он скелета вообще завалить не может даже там какого-то демонического то есть которым проблем по сути даже у меня нету да такой момент о кстати есть этих наемников вообще пшманова или нет но смотрите ни хрена себе сентенза сентенза вич ты оказывается припрятал там 35 золотых от меня да давайте кстати да этих придурков всех по обшманывать обшманываем нам доллары нужны хотя опять же попортим нашу карму и носа которая у нас и так не ахти какая это вообще 99 процентов ни хрена себе 37 золотых так этого муж оказывается даже обшмановали хорошо а я еще хотел я хотел телепорт поставить кстати одетели порт по муж должен быть хоть телепорт типа акварию а он до акварию наемников я же помню у нас как раз есть одна еще каменная табличка хочу не юзается с другой стороны что ли она нам этом нашли как раз отличненько теперь у нас и к лагере наемников есть быстрый переход принципе он мне сильно был нужен нас было к лагерю найти охотников они рядышком находятся но все же пускай будет такова с двух придурков я вспомнил по ходу всех обшманул хорошо нам туда нужен торговец какой-то чтоб купить водички и чтоб купить чтоб купить стрел а так хотя у кого я стрел куплю ты помню не торгуешь да придурок не могу я купить оружие у тебя а он даже торгует но у него взять ничего у него только бутылка воды кстати а можно взять и три лесных яхо двое вернее две лесных ягоды тоже можно взять кстати говоря больше у него ничего нету а так елена у них торгуют но я ее что-то не вижу да ну и хрен с ней с этой еленой тогда погнали натуре назад в хоринис восточным воротам города хоринис до застрелами падла такой до подстава рафа по ходу не торгует когда только просыпается у тех тоже как бы не было ну ладно мы сейчас это все такие делишки поделаем да помолимся и носу все деньги потратим уже допустим то же самое двуручное оружие а уже на оставшиеся получается как раз купим стрел так 68 корма у нас и кстати одевать 1 а вот лишь можно ему теперь доложиться что миксер к нему пришел правильно что он вышел на землю я че совсем забыл я братан то я нашел тебе смену я нашел тебе смену это очень хорошая новость будем надеяться что ничего страшного больше не случится теперь я могу помочь тебе кажется дело касается глаза и нас не так ли и менду меня прислал пера кар глаз и нас поврежден я знаю я уже узнал об этом от одного очень огорченного послушника ищущие использовали круг солнца магов огня чтобы уничтожить глаз я бы назвал это вынужденным шагом врага что теперь будет с глазом мы должны восстановить его но это боюсь будет непростой задачи оправа разбита на две части искусный кузнец должен быть способен починить ее но проблема не в этом меня больше волнует драгоценный камень он тускл и безжизненен враг похоже хорошо знал как ослабить его как можно восстановить силу камня я вижу только один способ союз трех правящих божеств должен дать желаемый эффект хорошо подготовленный ритуал обращение вместе уничтожение камня вернет ему его огонь однако проблема состоит в том что ты должен привести в это место земных представителей каждого из этих троих богов кроме того для этого ритуала необходимо много болотной травы я думаю необходимо не менее трех растений так наденем вот он траву найти это не проблема а так кузнеца тоже не проблема так может быть я хорошо черной магии что на счет ксардоса это может сработать я должен идти все ватрас ватрас его а кто такие детям и стране кто такие эти темные странники это могущественные темные маги начавшие служить бели ару еще в очень давние времена они получили большую силу и власть но в обмен их души поглотила демоническая магия тьмы даже после своей смерти эти люди скованные своей клятвой остались призраками и продолжили служить своему хозяину старайся держаться подальше от них ибо они крайне опасные создания домой край ты их трахает на один раз так хорошо ночкой стол не дал это просто он рассказал нам про этих братишек так ну чё теперь нам пойти двуручку вкачать блин с отечет не подумал надо было знаете что надо было блин это самое блин аж подумал что игра повисла не в лагере наемников до телепорт сделать в лагере ой вернее к монастырю магов огня вот то что у меня ближайшее место это таверна орвана да она достаточно далеко таки находится чуть я один проект не подумал совсем да ладно что ж поделаешь уже так вульфгар вульфгар вульфгарище так давай ко мне еще одну ручку на один у этого у нас уже 75 процентов и хп мы можем все по идее на 10 вкачать досмотрите 200 монет 2 очка обучения все этого у нас 1009 хп теперь и двуручка 75 процентов хорошо и 1400 с фигом золотых ну что теперь давайте так натуре к монастырю магов огня до отправимся скажем пиракару что так могут так так на фирму анара мертвая гарпия али у меня есть монастырю и носа тюблина то вроде бы было вот я придурок а у меня по ходу есть телепорт монастырю и носа я блин даже завтыка учат про это ну она уже отправимся так раз уж это не хочу ману лишние тоже тратить кстати надо это самое у кстати у кого могут быть еще стрелы у орлана я чуть совсем не подумал про это в натуре орлан же что же такой братишка что у него стрелы вполне могут быть это же и та же вода у него может быть нам бы не мешало бы в принципе и прикупить я думаю орланище товары свои покажи нет насчет стрел я ошибся у него только дофига кстати говоря болтов а насчет воды вот да у него есть пять бутылок вексте если сная ягода дико ягода дает нам точно не помешает ну и все в принципе так с этим можно было даже может быть подраться на этих кулачных боях в принципе дать на уже еще круче станем да наверное уже еще прокачаемся потому что в любом случае я так понимаю что даже если мы сможем завалить следующего соперника то вот уже еще следующего может точно не завалим здесь конечно эти кулачные бои достаточно такая тяжелая тема что отлично отлично у нас теперь тысяча девять хп двуручка 75 процентов нормально так вот тут еще у нас ищущий да давайте что ли опять край то вызовем просто я ищущих реально как бы есть резон убивать конечно ой блять он не мешает так вот ты дебил блять а он давайте да так вот сделаем вот отлично два братишка малафи его малафи малафи мафи о красавчик темный странник ускорение уголь 26 золотых до продать стрел потратили причем блин ну ладно кстати сушить а у гараксов тоже по идее могут быть стрелы правильно а чё ты умер братан я же капец лишь тебя просто назад отозвал а ты помер давайте еще из горота посмотрим да тебе нужно секса покажи мне свои товары о кстати у него 50 стрел и смотрите вот это поворот до немножко зелий но тут уже такое у него ничего интересного принципе больше нету мог статья кошелек кошелек или украсть братан на кошелек кошелек кошелечек сколько процентов 12 блин да ты такой непростой братишка нифига себе попробую укради но все 219 стрел плюс еще у гаракса может быть сейчас будет тех же стрел 50 да и все и дело сделано так роликом и оприходовали хорошо сразу же насчет глаза и носа перетел и кстати надо будет еще это самое как его ваги наемников сразу задать и бен на ту наверное наш амулетик да да у нас есть он телепорт светится вот я придурок натуре у нас есть телепорт к мохом этих да я чуть завтыкал и давайте водички себе наберем набрать святой воды да забавно я попил святой воды а жажда у меня не пропала обратили внимание то есть святая вода она снимает усталость там а то все но жажду вот хрен ушки до жажду тебя остается при этом такой интересный момент конечно ладно так гаракс окси противоядие одном прикупить точно не мешают стрел у тебя нету ну и так собственно говоря у тебя нихрена нету как я смотрю да разве что вот огненная буря возможно но мне как-то впаду тратить деньги на такое говнецо хорошо тогда давайте чисто уже к пирокару идти пирокарище ёпте хоть эту книжка какая-то ее читать можно извиняюсь или меня за это убьют можно но толку от этого не шибко еще одно держись подать никто не знать тебя не должна волновать это так я поговорил с ватрасом я говорил с ватрасом хорошо где он он готовит ритуал в круге солнца чтобы исцелить глаз и носа если это правда то может быть у нас все же есть надежда в адрес хочет чтобы сардас и ты помогли ему в этом что сардас тоже будет там ты ведь это не серьезно послушай это не мое решение в адрес настаивает всегда и всюду этот сардас я устал от этого ничего не может быть хуже откуда мне знать что этот сардас не в союзе с нашим врагом я не могу доверять к сардасу и неважно что мы так нуждаемся в нем извини но я не могу помочь ватрасу при таких условиях без тебя ничего не получится ватрас не сможет провести этот ритуал ты должен довериться к сардасу я ничего не могу поделать ты слышишь у меня нет ни малейшего доказательства что ксардас не работает против нас я не могу сделать эту а что если я принесу тебе доказательства боюсь это невозможно ну конечно буду книжку это принести сам не знаю почему это диалог слушал на просто потому что давно его реально не слушал все время перематывал так хорошо братишки тут молятся ну что давайте тогда сейчас сейчас портанемся к этому к лагерю наемников фирма она рада эти сушки а у меня этих ягод мы что накупили этих ягод немножко там одну штуку там несколько штук может у нас уже даже нормальное количество о даст найти нас листых ягод 27 штук между прочим может мы даже компот себе сможем сделать нифига себе компот 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 еще компот хорошая штука между прочим так беннет давай паду отрабатывай доллары я тебе жизнь поздавать теперь подолбить мрази давай пошел чинить амулет так ты можешь взглянуть на этот амулет конечно давай посмотрим превосходная работа а право сломано но думаю я смогу починить ее впрочем сколько это займет времени если ты оставишь его мне завтрашнему утру он будет как новенький я даже не возьму с тебя денег за эту работу ведь это ты вытащил меня из тюрьмы так вот амулет пожалуйста починила хорошо так значит завтра утром можно будет его уже забрать хорошо давать теперь попьем водички кстати говоря так отлично так вот с этой дурой давайте сразу же туда поговорим что тебе нужно так стрел у нее нету вода у нее кстати говоря есть 15 бутылок блин чуваки давайте возьмем даже водички вот лесная ягода дикая ягода тоже у нее и давайте возьмем у нее еще пустых бутылок все зашибись зашибись этим мы короче говоря затарились ребятки ну что теперь как сардосу репортация к башни ксардоса да кстати репорт у нас уже теперь есть практически все то есть в любые точки мира что называется это очень здорово это очень помогает с эти блин где следующий хранитель я что-то забыл что было бы на неплохо хотя вроде бы вспомнил надо будет реально наведаться до квеста ведь неплохой по моему есть следующий квест это вот испытание огня да если я не ошибаюсь по моему это он и будет так сардосу я братан на тебе первых проклятое оружие 503 золотых ни хрена себе у нас проклятого оружия года так у меня тут кое-что с собой есть кое-что с собой есть говори точнее что у тебя там вот похоже это темный кристалл душ откуда он у тебя достался от одной злобной твари а что это за штуковина ну если говорить простыми словами это просто обычное сердце на сердце это как-то не очень похоже есть существа из плоти и крови и их сердца тебе приходилось видеть не один раз а есть те которые порождены магией их не часто можно встретить в этом мире и все они крайне опасны в этом я с тобой соглашусь а это сердце можно для чего-нибудь использовать хороший вопрос дай мне подумать у меня были записи в которых упоминался один редкий магический эликсир для его приготовления как раз нужны были эти кристаллы подожди минутку а вот они тут написано что для приготовления эликсира необходимо 10 темных кристаллов душ однако кроме этого сказано что действие этого зелья крайне непредсказуемо и что это означает как я понимаю он может повысить твою силу а может придать тебе ловкости на всех он действует по-разному в общем если принесешь мне кристаллы я сварю тебе этот эликсир так ну да насчет кристалла это понятно это короче говоря знаешь мы взяли квест надо убивать этих спящих боссов с них будут подать эти кристаллы но правда как видите надо аж 10 штук честно говоря это конечно такой момент не очень веселый мы 1 вот этого ищущего ели убили нам надо убить еще девятерых чтобы нам сделали этот эликсир но что меня не радует пацаны мы взяли ведь квесту пиракара до доверия типа где там это два сына совет квеста а он получается короче говоря того этого пиракара прямо в дрожь бросает когда он слышит к проксарда с я должен обслуживаться как заставить пиракара принять участие в ритуале в круге солнца то есть то ли то ли то ли я должен был для начала не отдавать этот эликсир и эликсир амулет этому бена туда то ли что за хрень может быть типа надо именно с амулетом сюда прийти чтобы про квест можно было говорить но у меня это немножко честно напрягает хоть бы еще не багнулась да потому что это будет печалька полная конечно ну хотя с другой стороны а и да мне же ключ нужен будет так что любом случае да это будет печалька мы-то знаем где-то книга спрятана который нужно будет отдать пиракару нам же нужен ключ от этого сундука за проблема может быть так помолились бильяру ну ладно раз ксарда сама всяком случае пока что говорить нельзя то тогда наверное давайте вот что тогда наверное давайте короче говоря портоваться назад в эту долину древних стрелы у нас теперь более-менее есть может чё теперь и выйдет хрен его знает да давайте ребятки я пока на паузу поставил дреха подальше то кстати ребятки при телепортации игра не вылетела называется эта локация храм истины я предлагаю сначала заняться тем который попроще босс тему которого 2000 хп вообще их принципе убить даже возможно просто тогда как-то их выманить куда-то в хорошее место здесь видите как на зло этого хорошего места то ведь даже и нету ой блях опять меня конченный вид дуручки блять бред ёбаный блять я никогда не перестану этого говорить этот кто-то какой-то бред просто да вот блять он меня достает я его нет это так бесит и пиздец блять а какой дятел это блять делала сталкивался серьезно такой просто невероятный прикол бледал держу тут вот тут блять вот ты его не достаешь он тебе достает на все том же расстоянии дан гениально абсолютно у их с этим лишь лечиться то нечем блин а чужие нельзя никаких этих зелий себе не сделала вот это я дебила вернее не купил я че честно я бы не забыл совсем за зелья да я же давно просто последний раз запускал игру и видите забыл что на зелье лечение это практически нету блин тут я конечно завтыкал по жесткому ну да у того во всяком случае чувака у которого 2000 хп точно можно было бы завалить вот просто нам бы найти какое-то место хорошая да я где его найти может быть по разведывать территорию откуда бы так можно было бы его выманить правда опять таки как его выманешь у него скорость охеревающие это разве что со спринтом как-нибудь да там я не знаю а со спринтом бегать типа да потом был офигенно там где был вот этот храм да мы туда вылезли он заглюкал мы его в тупую расстреляли и все и нас даже это молния нифига чего дал там было реально очень жирно очень классно у нас получилось там его завалить здесь уже видите какая хрень уже не очень-то и получится в любом случае уже еще паду потом начинает бегать туда-сюда скотина такая хотя вообще да есть как бы вариант допустим выпить зелье ускорения бегать как сумасшедшему из угла в угол вызвать возможно еще край то но хотя он край то убивает очень быстро помните он там буквально его с одного удара убивает тоже такой момент вроде бы у чувака блин 2000 хп даже на самом деле это ведь не так и много на тысячу больше чем у меня мы не таких убивали но блин при этом конечно он очень крутой урон уносит бешеный просто блин это пока час дождешься пока у тебя здоровье восстановится то можно будет просто головой рехнуться до давать может так по бродим по окрестностям может и чуть-чуть найдем интересное надо надо ими конечно заниматься но вот как ну а там наверное да там наверное из-за того что у нас при себе не было глаза и нас и нам нужно короче а дождаться когда бена там его уже отдаст и наверное тогда короче говоря да и наверное тогда уже короче говоря вы поняли можно будет с артасом поговорить да жалко украть нам не помощнику ты себя край потанковал бы немножко да там даже каких-то там блин секунд 20 бы выдержал не знаю да это был бы очень большой конечно плюс на он его убивать там пом буквально с одного удара из этого конечно край край не особо эффективен там до тебе стражи скелетики дают вообще бешеных и чуваки абсолютно очень неудобный соперник очень с ними непросто мы дальше щеку это выйдем да мне сказали то что колодец только один продаю уже забыл где он мне там даже братишка никита по моему я у него в личку спрашивал мне там все расписал ну все что я запомню то что даже то что колодец только один в этой игре а вот где он находится я чит реально даже забыл представляете из башки вылетела тут некуда выманивать доведите то есть куда-то тут ничего такого рядом нету конечно проблема выпить зелье ускорения бегать от него и стрелять тоже не сильно варианты мне же будущий молнии бомбить да то есть тоже как бы такое у меня будет при этом еще и бомбить молнии да и поэтому как бы не шибко это здорово а стрелять по нему с высоты видите он во первых начинает наноситься как угорелые стороны в сторону это во первых а во вторых еще и такая же хрень что у него там по мою здоровье надо восстанавливается очень быстро блять падла вот чё хоть что и делай с этим ублюдком честное слово вот даже вот сюда к примеру вылезти подать сюда буду точно точно падать все время да тут даже если и с шифтом стоять и все равно будет сырья падать я уверен ты такая у него фишка я вообще на туре вот нажать допустим двушку потом капсулок да а блин теперь вот капсулок да ой так теперь надо подлечиться ну вот видите да он убегает кого-то сразу же и сегодня опять полный запас здоровья то есть он такой конченый то сильно нужно чтобы вот он именно заглючил как это было в прошлый раз вы помните когда мы того убивали он то он заглюкал все время бежал за мной как бы не переставая и мы именно этим воспользовались и отпердулили его здесь вот такой вот маразм то что видите то есть как только ты куда вылазишь он просто в тупую убегает у него опять полный запас здоровья и все честно говоря мне сложно представить как можно убить этого чувака без богоюзовство вот честно я не представляю себе то есть ну ладно еще вот этого у которого 2000 хп там может быть что-то можно даже придумать натуре там пить это зелье ускорение там лечение может быть да и можно там как-то его еще кончить по вызывать какие-то там чуваков но вот того у которого уже даже тех же 10 тысяч вообще я не представляю как его можно убить без богоюзовство то есть ну блять вот как серьезно вот ну как как это надо прокачать своего чувака какие ему замутить доспехи оружие чтобы безблагоюзовство его отхерачить мне даже в голове просто не укладывается то что он просто какой-то архи крутой ну а давайте наверное на этом выпуске закончим а следующем я не знаю будем что-то пытаться блин было бы здорово если бы крайт его тащил бы да если бы он танковал нормально дал держу хотя бы какой-то период времени чтобы мы успели с ним нормально подраться эхэх ладно ребятки его как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока